приветствую ребята значит у меня сегодня можно так сказать двойной опыт первый это то что я хочу побриться в один проход ну то есть показать как я бреюсь в один проход потому что у нас как бы возник вопрос некоторый в этом отношении в теме бреюсь я катаной голова аяки катана ручка алюминиевая легкая вот какого-то советского станка значит всегда брился последнее время биком очень даже таки хорошо получалось в оранжевой упаковочке это взял бик значит такая ситуация просто порвало все лицо вчера побрился половинкой здесь вот просто ужас куча порезов я не узнал эти бритвы вообще поэтому взял светленькое сегодня мне прислали в подарок его решил попробовать сравнить светлое темное лезвие как они себя покажут поведут станочек я уже зарядил значит намазал лицо пришей вам от прораса ментовый так вы хорошо так лежит классно сейчас такие ощущения просто великолепные скажем так но я очень люблю ментол эвкалипт мне нравятся эти ароматы щетина дневная за день я реально зарастаю это просто кошмар какой-то по-доброму так завидую людям у которых хотя бы там надо раз в два дня бриться но щетина достаточно жесткая вот реально порезы и но быстро зажило вот кстати я вчера тоже хотел снять видео но короче мне позвонили я забыл включить авторежим авиарежим короче ну и хорошо потому что все лицо изрезал использовал вчера кокос вот этот лосьончик и он довольно таки хорошо у меня сработал то есть очень быстро так заживило все но сегодня хочу флойдиком после бритья как авто шейва воспользоваться супруга любимая подарила умняшечка хорошо я сейчас с мою тогда пришейф нанесу кстати мыло у меня зилья от денисоса ну хорошая нова классная мне очень нравится спасибо автору за это классная мыло супер респект помазок про нас отравил то есть почему этот помазок потому что классно в этом мыли это все работает такая вот тема у меня тут небольшой ремонтик еще продолжается поэтому ребята прошу прощения за этот такой вид скажем так хорошо значит я бреюсь на холодную потому что на горячую кожа моя просто не выдерживает этого всего дела если я делаю какие-то там припарки там еще чего-то на горячую это у меня постоянно такая тема потом получается я уже чем только не пробовал по сути и разными станками и куча лезвий но вот пришел к тому что у меня биг отлично работает с катаной так взбиваем пенку я на лице взбивают уже пену очень классно мне нравится этот способ не надо лишних заморок то есть отлично отлично работает у нас помазочек не знаю как она по этим рамкам пойдет сегодня но во всяком случае я смогу сравнить лезвие насколько они по-разному работают если даже в один проход не получится у меня побриться то во всяком случае я смогу увидеть на самом деле я поддельный биг купил или это проблема в чем-то другом может вообще проблема в моих каких-то восприятиях потому что все какое-то такое чудное разное я никак не могу выйти на какое-то бритье бриться надо каждый день и хочется это делать быстро чтобы но не было у меня основных таких каких-то заморок но я думаю меня многие понимают на такую щетину не так легко и сбривать сразу ну раньше брился жилетом но постоянно были порванные тоже то какие-то пинки торчали то еще что-то покупаешь новый жилет и буквально там пару-тройка раз побрился и все одену очки чтоб лучше видно было что куда растет ну так поехали и во первых ощущениям мок они Здесь же идёт, конечно, мягче, реально, реально мягче. Катана в один проход, конечно, шурует, против волос. Нечего делать вообще. Не знаю, бегрок, с бегроком у меня так не получалось. Ну, если взять даже шлюз, ну... Ребята, со шлюз это вообще для моей щетины, конечно, я уже в сравнении понял, что это, ну, по сути, вообще не станок. Ну, красивый, классный станок, все. Ну, красиво. Ну, красиво. Да. Продолжение следует... Да, где-то она дернула, конечно, ранки вчерашние. Продолжение следует... Ну, у меня, конечно... Мне он так не подходит, как хотелось бы. Так, здесь пару дебрионов. Так... Дальше какая... Интересная тема. Вот сейчас вот как бы щетинку видно, черненькие такие штуковины торчат. Ну, это реально, это не пиньки, ребята, это щетина. Просто она видна в коже, она торчит, ну, то есть такая вот проволока. Но проходит там где-то полчаса, и, ну, она как бы уходит по цвету. Я не знаю, из-за чего это зависит, но для чего зависит. Но получается более-менее нормально. Ну вот, по сути, сбрил щетину в один проход. Причем даже, что были рамки. То есть, ну, вот что я могу сказать? Что биг, да, биг отличается. То есть, лезвия биг реально бывают очень разные. То есть, вчера я вот, видите, как порвал все. То есть, все было то же самое практически. То есть, просто порвал вот лицо. А сегодня я по ранам вот брил. И вот, ну, я даже их не пообривал. То есть, насколько отличается лезвие биг одно от другого. Ну, а представьте, когда я вот брился без ран, это я сейчас еще аккуратничал немножко. Ну, потому что мне реально стремно, что сейчас посрезают рамки, которые были. А так, ну, вообще супер. Сейчас я умоюсь. Итак, бижмальная проверничка. Ну, ну, люди выйти не стыдно. Вот оно сейчас еще спрячется все туда, вот. В кожу. И вообще замечательно. На ощупь вообще супер. Так, берем наши квасцы. Ну, щиплет. Ну, реально щиплет. Но не так, как вчера. Вчера я вообще погибал. Ну, и крови. Видите, даже точек крови нигде ничего. А вчера это была просто красная рожа. Вся красная рожа. Вот полностью. То есть, ну, такие просто кровавые были какие-то. Не, ну, тут тоже пару клатышек срезало все-таки. Но это не так, как вчера. То есть, ребята, суть в чем. Что вот я взял. Вчера я использовал вот этот бик. Темно. Такой, ну, темный, оранжевый. Сегодня я взял вот этот вот желтенький. Два разных бика. Причем, до этого я пользовался таким же, точно таким же оранжевым биком. Только я его приобрел в специализированном магазине. А вот этот вот, вот этот, я взял в каком-то дешманском маркете в Киеве. Позарился на цену в 10 гривен. Ну, короче, больше я так вряд ли когда поведусь на такую тему. Ну, а это желтенький бик. Это Игорь, эгоист, мне прислал. Реально хороший бик я побрезу. Но пойду еще в Еву куплю такой же оранжевый. Потому что бик в целом мне довольно-таки зашел. Спасибо, ребята, за внимание. Очень интересно будет ваши отзывы. Почитайте, услышать. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пишите. Можете я делаю что-то не так. Подскажите, как сделать более правильно. Я готов принимать такую конструктивную, правильную, хорошую критику. Всем чистой, здоровой кожи, гладкого бритья. Пока-пока. Пошел за Флойдом. ГОВОРИТ ПО-